Здравствуйте, дорогие друзья! Это говорит Ботаджар Демали. Я бы хотела проверить, меня слышно? Ну, здравствуйте! Как вы уже знаете, 13 марта Есильский районный суд города Астаны признал деятельность движения «Демократический выбор Казахстана» экстремистской. В первую очередь я бы хотела немножко обсудить это решение Есильского районного суда. Решение Есильского районного суда о признании деятельности ДВК экстремистской было сделано на основании обращения Генпрокуратуры Казахстана. Как вы знаете, Генпрокурором у нас является некий Кожамжаров. Судебное заседание по признанию экстремистской деятельности ДВК было закрытым. Само решение мы еще не видели. Но мы уже знаем о существовании этого решения, потому что власть активно его распиарила. Мы понимаем, что это незаконное решение направлено против почти 10 тысяч граждан нашей страны, которые сейчас хотят бороться с коррупцией, хотят демократических реформ, хотят лучшей жизни у себя в стране и которые хотят мирной смены власти. Ничего экстремистского в этих желаниях нет. Важно понимать, что такое решение из сельского районного суда, оно принято против законных прав и интересов граждан Республики Казахстан и является нарушением Конституции нашей страны и международных договоров Казахстана. Например, данное решение явно нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах. Мы пока не знаем, кто этот судья, который вынес такое решение. Самого решения в базе нет. Все активисты, или не активисты, а люди, которых вызывали в органы, они получали в распечатанном виде предупреждение, где разъяснялось данное решение, но само решение в распечатанном виде лицам, кого предупреждали, не выдавалось. То есть выдают только разъяснение Генеральной прокуратуры данного мифического решения. Когда нет публичного решения, которое затрагивает такое большое количество граждан, которое затрагивает напрямую права и законные интересы такого количества граждан, становится ясным, что это решение незаконное, у нас не правовое государство, а полный беспредел. И, конечно, возглавляет этот беспредел, как это часто у нас бывает, генпрокуратура. Что мы будем делать в связи с этим решением? Что мы будем делать в связи с этим решением? Мы будем информировать все международные организации, западные парламенты и правительства западных стран об этом незаконном решении. Мы сделаем Есельский районный суд города Астаны именем нарицательным, как символ беззакония и авторитаризма. Мы будем призывать ЕС, США, Канаду наложить персональные санкции на основании глобальных законов Магнитского на лиц, ответственных за это судебное решение, за решение, которое нарушает законные права и интересы большого количества граждан в нашей стране. Нам обязательно нужно будет найти имя этого суди, потому что он кандидат номер один в санкционный список. А вот меня поправили, что оказывается имя суди уже известно. Спасибо. Значит, имя нам известно. Мы соберем все данные по этому суде, и он является кандидатом номер один в санкционный список в соответствии с глобальным законом Магнитского. Понятно, что генпрокурор Кожамжаров также несет личную ответственность за это незаконное решение. Когда Казахстан нарушает свои международные договора, это негативно влияет на инвестиционный климат. И, соответственно, это влияет на экономическую ситуацию в стране. Всегда незаконные действия органов власти ухудшают, не просто ухудшают международный имидж Казахстана, они ухудшают возможности Казахстана, уменьшают возможности Казахстана, как игрока на мировой сцене. Поэтому мы не хотим наказывать нашу страну, но мы хотим, чтобы каждый чиновник отвечал персонально за свои действия. Ну, соответственно, любое действие полиции и прокуратуры в связи с этим незаконным решением, в свою очередь, также является нарушением международных норм. Поэтому то, как полиция и прокуратура применяют это решение, это тоже находится все вне правового поля. Вы должны понимать, что право на вашей стороне, международное право на вашей стороне, а КНБ, полиция, прокуратура и судьи являются просто инструментами политического преследования со стороны режима. Вы должны помнить о некоторых положениях Конституции нашей страны. Например, по статье 19 вы вправе определять и указывать или не указывать свою партийную принадлежность. Конечно, ДВК не партия, но можно экстраполировать и становится понятным, что вы не обязаны сообщать никому или это ваше личное желание сообщать, состоите ли вы в ДВК или нет. Потом не забывайте о статье 20 Конституции, которая гарантирует свободу слова. И право свободно получать и распространять информацию любым незапрещенным законным способом. Так как решение и сельского районного суда находится вне правового поля, является незаконным, то, в принципе, вы понимаете, что право свободно получать и распространять информацию у вас остается. Не допускаются пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя. Это правда. Но ДВК – мирная организация и настаивает на мирном изменении власти. У вас есть различные политические права. Вы можете мирно и без оружия собираться, ходить на народные гуляния, праздники, и никто не может ограничивать вас по закону. Если вас вызывают, задерживают, нам нужно обязательно получить информацию, кто именно вас преследует. Вам нужно об этом знать. Обязательно нужно требовать копию решения и сельского районного суда, на основании которого вас задерживают. Требуют, чтобы был сделан протокол, чтобы лица, которые вас преследуют, они были указаны в протоколе. Если кто-то не называет фамилию, уже на Фейсбуке были примеры, люди описывали ситуацию, когда сотрудники органов не называли свою фамилию и должность, то вы прямо пишите об этом в протоколе. Просто от руки ручкой описывайте этих людей и пишите, что данное лицо отказалось представиться, отказалось называть свою фамилию. Обязательно требуйте копию протокола и всех документов, на основании которых вас преследуют. Если вас преследуют, у вас единственная защита. Тут нужна максимальная публичность. Мы будем вас поддерживать и собирать все факты преследования. И они лягут в основу наших претензий к казахстанскому режиму. Я обязательно опубликую у себя на странице ДВК и тут в чате адрес, куда нужно пересылать информацию. Если вы просто публикуете в социальных сетях пост о вашем преследовании, то ставьте хэштег «Стоп запрет ДВК». Я еще об этом обязательно поясню в последующем посте. То есть хэштег «Стоп запрет ДВК». Есть организации, которые готовы вас защищать. То есть есть правозащитники, настоящие правозащитники, которые могут вам помочь. Например, у нас в Казахстане это Международное бюро по правам человека, Евгения Жовтиса. У него есть отделение во многих городах и очень-очень большой опыт работы с активистами, которых преследуют, или с людьми, которых незаконно преследуют. У нас также есть международные организации, такие как Freedom House, Human Rights Watch. Но информацию, которую вы нам пришлете, мы тоже будем передавать дальше. Самая главная защита в такой беззаконной ситуации это публичность и фиксация всех нарушений в отношении вас. Фиксация всех нарушителей, всех их действий. Сегодня я читала пост о том, как одному использователю соцсетей позвонили и, по-моему, его вызывали, позвонили его жене, и человек пережил не очень приятные моменты. Я бы немножко хотела поговорить о том, как себя вести, если вам звонят по телефону, чтобы вызвать вас на допрос или вызвать вас в ДВД. Если вам позвонили по телефону, ну, во-первых, отвечайте спокойно. Здесь немножко используйте здравый смысл. Если вы поняли, что вам звонят из органов, не надо суетиться, не надо нервничать. Возьмите небольшую паузу. Например, скажите, что извините, плохо слышно тут люди, мне нужно выйти, да, или там, мне нужно остановить машину, чтобы поговорить. Придумайте любое правдоподобное объяснение. Это нужно вам для того, чтобы успокоиться. Когда вы успокоитесь, сделаете несколько глубоких вдохов и выдохов, вы можете вернуться к разговору. Постарайтесь сохранить спокойный голос и уверенность. Вы не сделали ничего незаконного. Вам не надо ничего бояться. Вам нужно больше слушать, чем говорить. Больше слушать того, кто позвонил вам. Спокойно отвечайте тогда, когда вы абсолютно четко поймете, о чем вас спрашивают. Вы должны помнить, что по закону для вызова человека на допрос ему должны вручать повестку. Вам могут сказать по телефону, вас вызывают на допрос по повестке. Но вы должны помнить, что повестка – это юридический письменный документ. И телефонный звонок не заменяет повестку. То есть вызов на допрос по повестке – это нонсенс. Повестку они обязаны прислать по месту вашего проживания. Или заказным письмом, или с уведомлением, то есть под расписку. То есть вам придут, дадут повестку и скажут расписаться в получении. Ну, спокойно распишитесь. Во время телефонного разговора вы должны понимать, почему у вас есть право требовать повестку. Во время телефонного разговора вы не можете понять, вас вызывает следователь или еще кто-то. Вы не можете знать, может быть, это какая-то шутка злая, какой-то телефонный хулиган вам звонит. Также, если вам позвонили во время рабочего дня, вы же не можете отпроситься с работы на основании какого-то звонка, потому что непонятно, кто вам позвонил. Поэтому вы просто вежливо общаясь, скажите позвонившему человеку, что вы обязательно придете, но только как получите надлежащим образом оформленную повестку. Просто для вашей информации повестка содержит много вещей. Там и фамилия, имя, отчество, и должность того лица, который вызывает вас на допрос. Там сразу указано в качестве кого вас вызывают на допрос, то есть свидетелям, потерпевшим, подозреваемым. Содержится точное время и адрес, куда прийти на допрос. И разъясняются некоторые ваши права. Конечно, по телефону это невозможно воспринять такую информацию. И самое главное, там именно указывается в качестве кого вы вызываетесь. То есть если вы увидите, что вас вызывают в качестве подозреваемого, понятно, что вы уж точно должны идти только-только с адвокатом. Ну и вы, конечно, всегда можете сказать, вот дайте, пожалуйста, ваши контактные данные, я перезвоню в вашу организацию, выясню, кто вы, тот ли вы человек, который выдает себя по телефону. Пожалуйста, дайте мне время, чтобы я мог связаться с адвокатом. Дайте, пожалуйста, ваш номер телефона, чтобы мой адвокат мог вам перезвонить. То есть в зависимости от ситуации вы можете задать вопрос. Но не пытайтесь выяснить все по телефону и не нервничайте. Потом, если вы болеете, вы можете абсолютно спокойно сказать, что вот, вы знаете, я болею, у меня там давление или у меня грипп, поэтому мне нужно несколько дней, чтобы выздороветь. Пожалуйста, пришлите мне повестку с учетом того, что я сейчас болею, чтобы я мог выздороветь. Ну и как общий совет, понимая, что граждане Казахстана часто оказываются вне правового поля, просто рекомендация. Установите на свой телефон программы для записи телефонных разговоров, на всякий случай. Я немножко хочу поговорить о том, как вести себя на допросе. То есть как себя вести, если вас вызвали в ДВД, допустим. Ну, общее правило по времени допроса. Обычно допрос должен происходить в дневное рабочее время. Ну, у нас часто вызывает и в нерабочие, и в праздничные дни. Нужно в Казахстане быть готовым ко всему и не сильно нервничать по этому поводу. Допрос не должен продолжаться более 4 часов. Потом вам следователь обязан дать часовой перерыв для отдыха. И общая длительность допроса в течение дня не более 8 часов. Ну, то есть как один рабочий день. Вы имеете право вести аудиозапись допроса. Часто адвокаты советуют, чтобы во время допроса включать диктофон. Это законом не запрещено. И может вам помочь, если следователь, например, будет вам угрожать, или требовать от вас что-то, или пытаться вас вербовать. Если у вас будет диктофонная запись, то вы всегда сможете пожаловаться на незаконные методы ведения допроса и на то, что на вас было оказано давление. Конечно, самый идеальный сценарий – это когда вы получили повестку, и вы приходите добровольно с адвокатом. Но я хочу сказать одну вещь. Вы должны всегда помнить, самый лучший защитник своих интересов – это вы сами. Вы обязательно должны все читать и все изучать, что дают вам во время допроса. Бывает более плохой вариант. Допустим, вас насильно доставили в ДВД, это так называемый привод. Он может быть незаконным, если вам не вручили повестку. Потом в будущем ваш адвокат может добиться признания незаконности этого привода. Но, допустим, вас задержали на улице и привезли в ДВД. Я повторяю еще раз, я хочу, чтобы вы действительно запомнили это чрезвычайно важное право. Статья 77 Конституции Республики Казахстан. Никто не обязан давать показания против самого себя и близких родственников. Близкие родственники – это родители, дети, усыновленные дети, усыновленные родители, братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки. Почему важно знать эту статью и активно ей пользоваться? Вы никогда не знаете, как могут быть истолкованы следователям ваши ответы на их вопросы. Ситуация – вы беззащитника и адвоката. Скорее всего, любые ваши ответы будут истолкованы против вас лично. Поэтому вы просто спокойно и вежливо скажите, что вы по Конституции не обязаны давать показания против себя. Это, кстати, право у вас есть и по Конституции, и по Уголовно-процессуальному кодексу. Это статья 28. Помните, что вы всегда в праве отказаться от ответов на вопросы. И вас не могут наказать за это. Очень часто следователи, полиции любят пугать ответственностью за отказ от дачи показаний, как они это интерпретируют. Но вам нужно понимать, что это не так просто и признать вас ответственным по этой статье. И там вину еще необходимо будет установить. Поэтому просто вам будет безопаснее, если даже на самые простые бытовые вопросы, без согласованной с вашим адвокатом позиции, вы будете просто отвечать на основании статьи 77 Конституции. В любом случае это всегда лучше, чем вы наговорите на себя. Это может быть очень легко, потому что любой опытный следователь, он вопросы в лоб никогда не ставит. Он может подвести вас к самооговору грамотно и очень тонко. И вы сами не поймете и не заметите, как сами попали в ловушку или даже устроили себе в ловушку. Поэтому просто говорите. Отказываюсь давать показания без моего адвоката. Это мое право по закону. Это очень важно объяснить родителям, вот это вот правило. Потому что часто бывает так, что органы начинают давить на родителей, вызывают их, им начинают задавать вопросы. Престарелые люди обычно начинают паниковать. и они думают, что они могут что-то объяснить, что-то разъяснить, что-то рассказать про вас, что следователь скажет, ой, да, я ошибся. И обычно они создают потом проблемы, вот такие показания. Поэтому научите своих родителей, что вы для них близкий родственник, и родители не обязаны давать показания. А давать показания это означает просто. Они не обязаны отвечать на вопросы о вас. Помните, что полиция может давить, да, то есть как-то психологический какой-то натиск использовать, пытаться спекулировать информацией, там, показывать вам какие-нибудь распечатанные посты, что это такое. Пользоваться вашей общей растерянностью. Пытаться спровоцировать вас, чтобы вы ответили на вопросы. Вы просто помните, что вы также имеете право молчать. Что я хочу сказать. Не надо заявлять, если вас вызывают, да, я в ДВК, и что вы сделаете. Не надо провоцировать. Еще не набралась критическая масса людей для того, чтобы мы могли открыто заявлять, да, мы состоим в ДВК. Поэтому попытайтесь быть благоразумными, не создавайте себе дополнительные риски. Будьте спокойны и пользуйтесь своими законными правами. Вот помните, знаете, полицейские могут вас так провоцировать, играть с вами в игры, могут сказать, мы знаем, вы тут случайный человек, там, во всем виноват Аблязов, или во всем виноват, там, назовут какое-нибудь имя, какого-нибудь вашего знакомого, и скажут, расскажите, все, пойдешь домой. Вы должны помнить, вам нечего рассказывать, потому что все, что вы скажете, потом будет истолковано против вас, и это может иметь плохие последствия. Поэтому не идите на вот провокацию, как они обычно любят делать, там, говоришь все по-хорошему, либо там что-то будет, а просто говорите, у меня есть право молчать. И помните, что это незаконный прием, оказывать на вас психологическое давление. Следователь не имеет права вымогать признательные показания с помощью угроз. Поэтому, если так происходит, вы обязательно в конце протокола допроса напишите от руки, ко мне применялись угрозы и давление. Следователь такой-то, такой-то, сказал то-то, то-то. Опишите ситуацию, не бойтесь. Вы помните, что вот здесь вы защищаете свои права, вам не нужен адвокат для этого. Вы просто должны, не боясь, не фиксировать любое давление. Если вы чувствуете, что на вас давят, напишите это. Обязательно по закону должен быть составлен протокол допроса. Даже если вы не ответили ни на один вопрос следователя, все равно протокол допроса должен быть составлен. И следователь там должен указать, что вы отказались от дачи показаний. Если он такое не напишет, то вы сами рукой впишите, я отказался от дачи показаний, которые могут быть истолкованы против меня или там моих близких по праву, данной мне статьей 77 Конституции. Статья 77 Конституции. Вообще всегда относитесь очень внимательно к тому, что пишет следователь в протоколе допроса. Или в любом протоколе, любого следственного действия. Помните, что вы имеете право вносить поправки. И можете делать замечания по ходу. И этими правами надо активно пользоваться. Опять, здесь вам не нужен адвокат. Иногда бывает, что адвокат может даже не посоветовать вам что-то сказать. Ну ладно, сиди тихо. Вы просто должны помнить, что у вас есть право вносить поправки в протокол. Поэтому используйте это право. Берите ручку и прям пишите сверху. Я надеюсь, что сейчас получше слышно. Я немножко хотела бы поговорить про акцию на 21-22 марта. Мы, конечно, уже понимаем, что полиция будет задерживать всех, у кого будет символика ДВК. Вопрос такой. Синие шарики без символики ДВК. За них могут, конечно, остановить и задержать. Мы живем в Казахстане. Но тут нужно полагаться на здравый смысл. Например, можно взять шарик и быстро лопнуть, если у вас в ладони будет зажата булавка. А если у вас какой-нибудь шарик гелевый, то его просто можно выпустить в небо. Было много вопросов. Можно ли вместо шарика или синей ленты использовать что-то другое? Вы знаете, я думаю, здесь ответ простой. Вам нужно самим для себя определиться. Вы участвуете в акции или вы просто пришли посмотреть на того, кто участвует. Вы должны понимать, что личное участие очень важно. Важно понять для себя, что вы хотите преодолеть свой страх перед системой. И вы также хотите помочь другим своим согражданам преодолеть их страхи. То есть вы должны выбрать, вы пассивный наблюдатель или человек, который хочет активно участвовать в процессе изменения своей страны. Этот вопрос каждый должен задать себе. Вы знаете, мы должны отказываться от инфантильного сознания и бороться за свои права, отвечать за последствия своей борьбы. Это, конечно, решение взрослого человека. И вы сами должны для себя сделать эти решения. Здесь вам никто не может ничего посоветовать. Когда вы пойдете на акцию, пожалуйста, обязательно с собой возьмите удостоверение личности. Но если вас просят, не отдавайте его сразу полиции, просто покажите из своих рук. Пожалуйста, не рискуйте, идите на акцию трезвым и не берите с собой никакие опасные предметы, не берите с собой оружие или пиротехнику. Потом обязательно сделайте пароль на телефоне и научитесь, если нужно, быстро удалять программы со своего телефона. Также удостоверьтесь, что батарейка на вашем телефоне заряжена на всякий случай. Желательно, конечно, не идти одному, а пойти с группой людей, с семьей. Если вас все-таки задержат, то не сопротивляйтесь. То есть у нас полицейские очень нежные ребята, с ними нельзя драться, вступать в драку, нельзя причинять им никакой ущерб. Вы обязаны подчиниться представителям власти в такой ситуации. То есть какой-то конфликт, эскалация конфликта, они могут обернуться для вас совсем другими большими проблемами. Поэтому возьмите в себя в руки, не паникуйте, не демонстрируйте свою беспомощность. Вы просто говорите уверенно, вежливо. Я думаю, что в своем городе вы все-таки понимаете ситуацию. Иногда можно, поговорив с людьми, как-то решить проблему. Но не пытайтесь договориться, так скажем, то есть какую-то там дать взятку, чтобы вас отпустили. Помните, что обычно во время таких оперативных мероприятий ведется съемка. А если вы попытаетесь дать взятку, это уже реальное преступление с реальным сроком. То есть не ставьте в себя в такую ситуацию, когда окажется, что вы совершаете преступление. Задают вопросы по поводу адвокатов. Конечно, у большинства граждан Республики Казахстана нет своего адвоката. И на самом деле не так просто даже найти адвоката. Поэтому вы должны знать свои права, вы должны помнить о статье 77 Конституции. Когда вы идете на допрос, вы, во-первых, должны предупредить всех своих близких. Сделайте пост в социальные сети, напишите правозащитникам на всякий случай. И идите на допрос, опять спокойно, помня, что вы не совершили никакого преступления. Тут поступил вопрос, подписывать ли протокол при допросе. Да, но вначале вы должны обязательно прочитать этот протокол перед тем, как подписать его. Прочитайте его внимательно, не ленитесь, не торопитесь, не давайте себя торопить. Никогда не подписывайте пустые листы. Если вы заметили, что какая-то часть протокола осталась незаполненной, поставьте туда вот такие кресты, чтобы нельзя было потом ничего вписать. И обязательно, если у вас есть возражения, делайте возражения прямо от руки, не бойтесь, пишите. Это не должно быть напечатано, это не должно быть сделано красивым почерком. Главное, чтобы вы выразили свою позицию. Вопрос, как на вас выйти? Мы обязательно после этого чата мы напишем всю информацию сюда, в чат активист ДВК и раскидаем по другим чатам все контактные данные. И также это будет на моем фейсбуке. Вот здесь вопрос, могу ли я отказаться подписывать протокол ввиду юридической неграмотности или в силу того, что не понимаю сути написанного в протоколе. Я думаю, что здесь нужно это именно и написать. Вот так же, как вы и сформулировали, что в связи с юридической неграмотностью не понимаю написанного в протоколе. И расписаться. То есть вы фактически расписываетесь именно в отношении вот этой фразы, которую вы написали, что вы не поняли, что здесь написано. Вот здесь один вопрос, очень серьезный, что девушку вызывали в РОВД, сказали, чтобы не ставила лайки, не сидела в телеграме, не ходила ни на какие акции, что иначе ее посадят, отберут имущество и пугают ее тем, что она как сирота, если ее посадят, ребенка отдадут в детский дом. При этом ее держат очень долго на допросах, не отпускают, хотя у нее грудной ребенок, а они только угрожают, пугают детдома. Я хочу сказать, конечно, все, что здесь описано, это абсолютно незаконные действия властей. И это нельзя оставлять просто так. Надо об этом обязательно писать, надо передать это огласке. понимаете, что вы всегда можете подать жалобу на такие незаконные действия сотрудников. Эта жалоба не должна быть напечатана на компьютере, вы можете ее написать просто от руки. Обязательно укажите в жалобе место, время и обстоятельства произошедшего. Опишите в действии всех этих сотрудников полиции, которые оказывают на вас давление. Если вы их не знаете имена, опишите их внешне, там, высокий парень, там, казах, там, такого-то возраста. Ну, используйте ваши возможности и опишите все, что вы знаете. И прям детально опишите ситуацию о том, что делали сотрудники полиции против вас. Если вас сажали в машину, укажите номера машины, куда вас сажали, да. В общем, вы должны написать все обстоятельства данных нарушений. И просто в тексте жалоби потребуйте признать действия данных сотрудников незаконными и потребуйте привлечь их к ответственности. Также помните один важный момент, что вы должны подробно указать вашу фамилию, имя, отчество, адрес фактического проживания, там, контактные данные, паспортные данные, дату обязательно поставьте и подпишите, потому что иначе могут отказать вашей жалобе, жалоба просто не будет принята. Не бойтесь жаловаться, написали жалобу, выкладывайте ее в сети. Сейчас вас может спасти только публичность. Вот еще вопрос. В Казахстане системная проблема ограничения свободы слова. Существуют ли механизмы оказания давления со стороны международных правозащитных организаций на власти Казахстана и последует ли международная реакция по поводу ограничения деятельности ДВК? Я бы хотела немножко разделить этот вопрос на две части. Во-первых, я должна сказать, что борьба за свободу слова и за соблюдение наших законных прав и интересов это наша борьба. Это наша борьба внутри страны, борьба граждан Казахстана. И в первую очередь мы должны понимать, что это нужно нам и должны бороться, начать организовываться, начать создавать ячейки, начать агитацию людей вокруг себя, объяснять ситуацию и тому подобное. Мы должны бороться сами. Нет никакого внешних сил, которые хотят улучшить нашу жизнь. Но существует действительно международная организация, существует правительство, иностранные правительства, западных стран, которым мы можем обращаться за помощью. Казахстан является стороной многих международных договоров. Он взял на себя различные обязательства, например, по тому же договору о партнерстве с Европейским Союзом Казахстан должен выполнять определенные требования в отношении соблюдения прав человека и свободы слова, свободы митингов и демонстраций. Поэтому мы должны использовать эти механизмы, которые уже существуют, для того, чтобы оказывать давление на правительство Казахстана. Ну, вот на этом, я думаю, мы заканчиваем сегодняшний чат. Я надеюсь, что что-то из сказанного мной вы нашли полезным. Как я уже сказала, мы обязательно предоставим контактную информацию. Я у себя на странице в Фейсбуке напишу электронную почту, куда вы можете писать обо всех нарушениях. и мы будем все это обязательно передавать международным организациям. Спасибо за внимание, удачи всем. Вы знаете, что европейские страны, допустим, цивилизованные, хорошо развитые страны, они же не пришли к своему благополучию, к своему экономическому процветанию в один день. У них были внутренние конфликты, было много этапов развития своего права, концепции прав человека. И то, что сейчас эти страны имеют, это произошло благодаря многочисленным акциям протеста, различным митингам и забастовкам. И даже сейчас то, что имеют эти страны, это именно благодаря тому, что происходит смена правительства, что политики всегда знают, что они ответственны перед людьми, перед своим населением. И они знают это благодаря постоянному системному давлению, которое оказывает население на власть. Мы должны об этом помнить, и мы должны давить на власть, чтобы она улучшала нашу жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует...